друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал ссылочку на него обязательно закреплю в комментариях ну что же ролик сегодняшний уралки приехали на дачу покормить курочек да решили покормить курочек решили ну говорит не знаю чего-нибудь чего-нибудь надо наверное поделать бедные несчастные едут на дачу и даже не знают что же там надо поделать друзья мои ну не придумать да но не скажут же что мы приехали на дачу делать нечего надо просто пилить контент нет конечно они в этом не признаются никогда по этой причине говорят ну что то что то надо поделать ну в общем да все как всегда все как обычно говорит надо будет опять убирать кур до штучки две-три ребят как я вам и говорила будут теперь поштучно их убирать убирать еще наверное недели две или три но говорит сарафан там вот не то чтобы боится но просто жалко ему курочек но просто у него рука не поднимается ойли ну как охота своего сарафана возвести до ранга святых ой ну прям такой знаете нимб над башкой светится прям такой святоша не матерится не пьет не курит женщин не оскорбляет да не не говорит какие-то бранные слова вы что вы что прям святоша да знаем мы благодаря ютубу этого святошу знаем прекрасно знаем что он себе позволяет да постоянно но друзья мои надо его обелить и знаете хомяки уралки ну так ей поверили начали в комментариях строчить через один комментарий сафарчик ты ж не переживай за этих курят не переживай да да я сама поросянку поросенка убивали я там плакала рыдала на взрыв ребят вы знаете а я могу так сказать конечно жалко многим кто держит скотину люди живут там допустим да в сельской местности либо в городе да ну за пределами где-нибудь частном доме тоже там держат скотину и конечно же приходит момент когда нужно убирать скотину птицу и так далее но это люди которые живут у себя в домах и которые держат там да живя опять же на земле скотину птицу и так далее скажите пожалуйста где здесь была необходимость заводить кур не было они живут в квартире на даче решили ради контента показать а вот мы можем а вот мы говорили а вот пожалуйста получайте новый контент у них не было такой необходимости это не предмет первой необходимости они могли без проблем купить да сколько они там мотались туда-сюда прожигая этот бензин у них овчинка выделки не стоит и все это прекрасно понимали да и это еще хорошо что у них там была эта тетя наташа которая открывала эти сараи да вот этот курятник скворечник как я его называю да и закрывала а если бы тети наташи там не было и не было бы кому обратиться там надо было бы либо жить на постоянной основе пока они держат этих бройлеров либо как говорится мотаться туда каждый божий день они бы этого точно делать не стали поэтому вот эти вот все сказочки знаете про то что мне так жалко ну мы же все равно взяли чтобы сожрать кому жалко те просто так не заводят еще раз хочу обратить ваше внимание те кто живут на земле и в сельской местности это одно да у них там зачастую многих даже работы как таковой близко нет поэтому люди держат хозяйство им это необходимо да а уж уралки с сарафаном никакой необходимости не было брать этих кур этих кур они могли благополучно приобрести в магазине у фермеров да где угодно собственно вот сейчас скажи мне вот сейчас будешь да заведешь кур и так далее да в жизни я этого делать не буду мне это не нужно да если я бы так жалела я бы вообще их заводить бы собственно не стала а тут прям развели такую знаете прям он бедный несчастный он так у него рука не поднимается да помню я прекрасно как вы радовались когда забивали первого куренка да и как сарафан довольный стоял с улыбочкой да боится он просто он глаз у рыбы боится да но он и в море заходить боялся а тут рассказывает что он типа да нет нет он не боится просто ему жалко кто вас вынуждал во что заставили разводить этих кур нет сами изъявили желание как говорится сами полезли да теперь а теперь ищут крайних друзья мои далее далее говорит ой он еще расстроился сафарчик потому что он думал что кто-то приедет к нему в помощники ну у кого выходные да поможет ему убрать ребят я вообще валяюсь представляете сидит здоровенный лоб 35 летний дядька лентяй тунеядец сидит 24 на 7 дома нигде не работает ну извините один ролик в день то уж это конечно да это это очень сильно так вот сидит нигде не работает и ждет пока кто-нибудь из его родственников или из его друзей отпаха всю неделю на работе соизволит приехать к нему на дачку на куралке на дачу да и отрубить головы там трем или пяти курам ребят это сильно конечно это очень сильно я просто я рассказываю это и мне реально смешно то есть он сам ни на что не способен да даже его братья могут что-то делать а он сам ничего делать не может мне просто интересно сарафан а как же там у вас в кишлаке вы чё-то вообще ни к чему не приучены ни картошку копать вы не умеете сраил как повис на этой лопате как говно с лопаты да висел там ни к скотине вы не вы вообще там что ли ничего не делаете я так понимаю что его родители вообще ничему не научили собственно как и его сына это же за ребят это же видно это видно прям вообще да он ничего не умеет абсолютно ничего то есть как-то странно но этот момент да он расстроился потому что он ждал что кто-то из друзей приедет и знаете уберет этих трех кур или там пять кур да но сарафан уже одному очень сложно ребята представляете да люди должны тратить на это свои выходные возможно свой единственный выходной не стись туда на дачу да потому что сарафану жалко ну типа другие более кровожадные да другие не такие а вот сарафану очень жалко ну-ну видели моего жалость прекрасно далее далее друзья мои урал очка урал очка говорит но придется же их убирать мы же их для этого и взяли уралка хватит уже стонать мы взяли для этого мы их взяли для этого вы взяли для того чтобы сожрать мы все прекрасно поняли давным давно поэтому можешь свои вот эти вот песенки про вашу доброту да не петь далее далее она говорит ну чё чё говорит конечно же говорит да бедные а бедные бедные ребят куры потому что у сарафана это получилось не с первого даже не со второго а с третьего раза он говорит ну я это не показываю мол типа как ты там сидишь их общипываешь я не показываю а потому что нельзя показывать да потому что может и может зарубить youtube по правилам сообщества youtube а могут зарубить этот ролик и лишить монетизации по этой причине сарафан вы это и не показываете давай уж как говорится по чесноку далее далее рассказывают о том что ой а приходовали аж целых пять штук причем вы знаете настроение прекрасное что у одного что у другого в истерике в припадке ах вы ж мои цыпы цыплятки никто не бьется головом а головой об стенку тоже никто не шарахается довольны в предвкушении как будут жрать этих цыплят уралка и говорит ой ну и хорошо теперь говорит будут отдыхать у нас в морозилке уралочка ты знаешь а я думала ты им будешь песню петь когда сарафан будет их как раз таки как вы говорите убирать я думала ты будешь им петь песню цып 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 мои цыплятки помните как она им пела ребята это было бы нечто сначала говорит взвешиваем а нет не взвешиваем взвешиваем это мы с вами она сначала взвешиваем взвешиваем да я говорит первый раз общипываю кур уралка в смысле первый раз ты же нам рассказывала что ты со своим там первым мужем ездила там куда-то там к нему там да на кубань а вот и там ты уже кого-то там то ли уток то ли гусей кого-то там ты все-таки общипывала какая разница хоть куры да хоть утки хоть гуси принцип один и тот же тут уже рассказывает что первый раз первый раз уралочка все когда-то бывает ты знаешь в первый раз далее я говорит их разберу на запчасти да да вы не ослышались именно так и сказала но вы знаете вот этот туда это сюда уралка вот мне вообще интересно а кому нужны твои вот такие вот знаешь подробности как и что вы делали да как вы это вообще значит с ними там их убирали как вы их общипывали у вас что канал посвящен как разводить да как вы разводите птицы потом их убираете нет насколько я понимаю нет кому нужны вот эти вот подробности мы их сейчас разберем на запчасти точно ку-ку как говорится далее далее начинается уже друзья мои действия происходят уже в доме в квартире на кухне да если быть точнее она говорит ну вот тот первый куренок был совсем небольшой кило 800 ну-ка ну-ка а сейчас а вот эти да вот эти побольше сейчас будем их взвешивать ну и значит я смотрю картину ребят и я просто валяюсь от смеха вот знаете я бы до такого никогда не догадалась да несмотря на то что я никогда не держала птицу животных да ну я имею ввиду скотину птицу и так далее но ребят когда она положила на весы курицу с этими длинными клешнями да с этими значит как они сказали маникюри маникюри говорит сарафан да с этим маникюри ребят я значит и смотрю на этот момент и думаю боже мой вот вот как говорил да задорнов ну тупые я вот думаю блин откуда действительно берутся такие тупые ну куда ты их с такими лапами кладешь ты что их в магазине с таким маникюром и с такими лапами покупаешь нет ты в магазине их покупаешь в нормальном виде и там стоит вес уже на упаковке без этих лап без всего на свете да нет она демонстрирует нам с этими лапами с этим маникюром это какой-то кошмар конечно ты обруби там вот эти вот клешни и у тебя получится где-нибудь не три килограмма а уже где-нибудь две пятьсот две шестьсот две восемьсот и это между прочим для бройлеров это совсем немного но в общем да но она опять себя оправдывает это нормально 45 дней мы их продержали но понимаете ребят уралка тот самый человек который вот знаете вот она она даже вот вот она во всем да она себя всегда оправдает всегда она понимает что она не права помните как она там коптила там рыбу да она будет пробовать ее глаза на лоб вылезут от того количества соли которые она тогда использовала да как когда коптила там все это дело делала да с рыбой то помните но она все равно никогда не признается в том что на что-то сделала не так она никогда в этом не признается и здесь говорит ну все хорошо все хорошо все хорошо да мы рады за вас что у вас все хорошо ну и радуйтесь теперь что ты всем доказываешь вот надо прям демонстративно встали взвешиваем сколько чего туда-сюда да говорит говорит ой готовенькие готовенькие говорит ну что что говорит у нас теперь говорит тут все хорошо все прекрасно буду говорит сейчас этим куром говорит маникюр наводить уралочка не забудь и про свои про свои маникюры на своих ногах потому что это какой-то кошмар не забудь и там навести марафет по той простой причине потому что тебе сарафан постоянно твои орлиные когти на ногах прикрывает какими-нибудь кружочками это конечно нечто да либо все-таки надевай такую обувь чтобы не было видно твоих вот этих вот когтей да либо все-таки как-нибудь приведите их уже в порядок пусть сарафан как-то постарается я не знаю ребят далее далее как два дикаря как век не ели вы знаете вот просто век не ели грудка грудка смотрите какая грудка как две мои ладошки говорит уралка но это вообще но это вообще говорит да да смотри говорит какие классные это вообще говорит как вообще классно и тогда боже мой это какой-то кошмар далее я смотрю уралочка как обычно ребят самостоятельно разделывает курицу сама стоит там пыхтит сама молотком этим стучит ну а сарафан друзья мои как обычно за своим привычным делом с камерой в руках нет бы бабе своей помочь да как вот все мужчины жира сделывают там да и так далее нет этот всегда с камерой в руках и она стоит стучит по курице он говорит о росомаха да уралочка говорит мечтательно сделаю еще из них холодец этот говорит кого 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 короче одна говорит второй вообще не понимает что она говорит в итоге все упаковывает упаковывает уралочка от радости забыла даже как называется пакет да и говорит ой я забыла забыла на радостях уралка уже видимо там их съела всех этих цыплят все у нее хорошо все прекрасно сарафан у кого-то там насчитал три ноги да ну если еще раз курнет будет уже наверное у цыпленка не три ноги а четыре или пять всякое может быть радости ребят я вот смотрю на них радости полные штаны я говорю вот действительно складывается такое впечатление будто просто век не ели век век не жрали и вот сейчас вот просто вот вот сейчас все это случится она гритой сейчас мои мальчишки подключат морозилку и будем мы сейчас вот это я все тут буду копить и значит вот всякие тут и сердечки все на свете сколько же еще у нас впереди в общем ребята разговоров еще как говорится на несколько недель вперед а мне интересно а когда уберут кур уралка какой контент ты будешь потом показывать да вот были куры с этими цыплятами носились по той простой причине потому что это был контент да потому что надо было что-то показывать показывать было нечего теперь кого заведут мне просто интересно теперь что будут показывать или показывать будут абду как он все-таки грызет гранит науки не знаю ребят об этом как говорится история умалчивает если у меня получится поставлю этот ролик на премьеру почему стала так делать и периодически потому что получается ролик у меня это не стрим ролик у меня идет в прямом эфире это позволяет моим зрителям общаться как со мной так и между собой в чате и мы прекрасно это делаем и нам это нравится и мне девчонки и мальчишки написали о том что им очень приятно такое общение спасибо им большое за такую активность я тоже не отстаю хотя в принципе это ролик да я могла бы его просто выложить и все но мы там все вместе общаемся и это конечно круто то есть зрители могут писать как в чате так и потом когда мой ролик заканчивается в прямом эфире а мои зрители пишут потом уже просто под роликом оставляя свои комментарии все хорошо все прекрасно но приходят конечно же хомяки уралки которые представляете еще значит в таком требовательном наглом виде да мне такие а ты чё тут нам типа не отвечаешь на наши вопросы так вот для хомяков уралки специально значит потрачу минутку своего драгоценного времени и озвучу ну во первых во первых да я отвечаю на те вопросы на которые считаю нужным отвечать как говорила там ваша уралка мы по заказу не работаем так вот я по заказу тоже не работаю и отвечаю я на вопросы своих зрителей да ну понятно эти вопросы не должны касаться личного плана потому что я свою жизнь не рассказываю не показываю так далее но я общаюсь выхожу общаться со своим зрителем а на хомяков уралки мне как говорится ехала болела поэтому им надо все-таки немножко поспокойнее себя вести ну что друзья мои в общем вот такой меня получился обзор если получится еще раз говорю вот этот ролик поставлю непременно на премьеру всех целую обнимаю всем пока пока до новых встреч и кстати продолжение следует ведь это это не весь ролик я озвучила всех целую всем пока пока